Что же нужно сделать, чтобы получить эту визу? Какой кейс вам нужно собрать? Всем привет! Меня зовут Женя Гейн. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня я буду поднимать очень интересную тему, касаемо визы в США, а конкретно визы О1. Это виза для талантливых и экстраординарных людей. Я поделюсь с вами своим опытом и расскажу историю получения этой визы. Дело в том, что я получила на днях эту визу и поступило очень много вопросов, каким образом я ее получила. И я очень хотела вам тоже об этом рассказать, так как я считаю, что это важная информация для многих. Многим она интересна и актуальна. Давайте вкратце расскажу немножечко о себе. Я из Казахстана, у меня гражданство Казахстана. И когда я пыталась подать на туристическую визу несколько лет назад, мне отказывали два раза по непонятным причинам. Первый раз я подавала года четыре назад, и мне отказали. Следующий раз я подавала примерно через год-полтора, и мне снова отказали по непонятным причинам. Поэтому визу получила я только с третьего раза. Это было тоже не слишком просто. И сейчас я понимаю, что все вопросы, все доказательства, которые я приносила на получение третьей моей туристической визы в США, были как вопросы, как доказательства на кейс О1. Это было очень странно, потому что я получала туристическую визу, но консул почему-то попросил меня предоставить доказательства того, что я действительно блогер. Так как я в третий раз уже сказала, что я как бы блогер, я рассказала все как есть. Я лечу в Америку по проекту, нас пригласили на Качева, и я должна там просто потусоваться, как все блогеры, потому что вот у меня YouTube-канал, вот я выиграла там какой-то конкурс. Хочу полететь, вот не то чтобы приглашение, а вот план целый, расписание нашей поездки. То есть мы летим с группой из Москвы и так далее. И тогда он попросил меня, это было в Казахстане, в Астане, в посольстве США, и тогда он попросил меня в течение недели на почту прислать ему информацию, доказательства того, что я блогер, письма рекомендательные от брендов всевозможных, с которыми я сотрудничала на английском языке, всевозможные статьи из интернета. И тогда он одобрил мне туристическую визу с третьего раза за счет вот этих доказательств. Соответственно, мне помогли бренды, мои знакомые, с кем я действительно работала, они написали эти письма для него, мы отправили, и он одобрил мою визу в Америку с третьего раза со странными доказательствами, хотя дал туристическую, а не рабочую. Это было все в прошлом году, мы полетели на фестиваль Качела, вернулись обратно в Алматы и решили подать тоже на визу нашей дочке, которой на тот момент было 5 лет. Мы подали все документы онлайн, Pony Express, почтовая служба, отправили, и нам тоже быстро одобрили для нее визу, не взывая на собеседование. В Казахстане, видимо, как-то попроще, но насчет детей, а получение самой визы было сложно. В Алматы хоть и непросто пришлось подоказывать, но это того стоило. Нам дали туристическую визу B1-B2 на 10 лет. Казахстанцам дают на 10 лет эту визу. После того, как мы получили все эти визы, мы решили отправиться снова в путешествие в Америку. Это было зимой, мы прилетели в Штаты, путешествовали здесь постоянно, ездили туда-сюда, в основном по Флориде, смотрели, как здесь живут люди, приценялись, смотрели, чем здесь можно заняться. Но вы сами понимаете, что по туристической визе вы не можете ни работать, ни учиться, ни, в принципе, делать вы ничего не можете, кроме как путешествовать. Я слышала давным-давно, что существуют такие визы для талантливых людей. Есть O1 и есть EB1. EB1 это сразу грин-карт, если вам ее одобряют, вам сразу дают грин-карт в Америку. А O1 это тоже виза для талантливых людей с правом работать в Америке и находиться, жить на территории США в течение трех лет. Но так как подавать на EB1 гораздо сложнее, нужно больше там различных весомых доказательств и повозиться нужно, все это грамотно составить кейс. Мне посоветовали грамотные люди, что, Жень, сначала попробуй, поработай по O1 здесь, поживи, посмотри, полетай, а затем уже посмотришь, и нужно ли тебе действительно, как бы, хочешь ли ты здесь остаться, и потом можешь смело подавать на EB1, на грин-карт. То есть с визой O1 вы можете влетать и вылетать из Америки бесконечное количество раз. То есть вам не нужно каждый раз на границе объяснять, зачем вы летите, переживать за что-то, за то, что вас могут не впустить. Вы спокойно можете влетать, не нужно ждать никаких коридоров. У вас такого ничего нет, вы можете прилететь в Америку, тут же вылететь, снова влететь, вылететь так на протяжении трех лет. То есть вы с этим не заморачиваетесь. Это была как раз-таки моя тема, потому что меня очень часто куда-то приглашают летать. По EB1 тоже, вы, например, когда на нее подаете, вы должны находиться либо у себя в стране, ждать результат этой визы, либо здесь, если вы подали на территории США, вы должны продлевать свою туристическую, если ваши сроки уже подходят, коридор заканчивается, вы не можете остаться легально в стране, хоть ваш кейс и рассматривают EB1, вы должны либо вылететь, ждать за границу, либо продлевать вашу туристическую. То есть вас статус не меняется, когда вы подаете кейс на EB1. Чаще всего на форумах, на разных сайтах говорят про EB1, про грин-карту. А про O1 мало очень информации. Когда я начала рассказывать знакомым, что я поменяла свой статус B1-B2 на O1, очень многие не знали, что это за статус, удивлялись и говорили, что впервые о таком слышат вообще. Поэтому я знаю, что многие не знают об этом, и поэтому я сняла это видео, чтобы уже рассказать вам подробно, как бывает, что можно сделать. Хотя я не юрист, я вам не даю никаких гарантий, ничего, но я просто хочу поделиться своим опытом. Затем вы, в принципе, с этой базой уже какой-то информации можете дальше двигаться, вы можете понять, соответствуете ли вы этим критериям, и двигаться в нужном вам направлении. Поэтому я снимаю это видео. Я себе тут уже сделала конспекты, чтобы ничего не забыть. Я собирала документы 3 месяца примерно. Мне понадобилось для того, чтобы мне составили письма рекомендательно. Я сейчас перечислю, что нужно для кейса, но это тоже нелегко. Вроде вам кажется, что да, у меня все есть, у меня пункты практически все совпадают, у меня все-все-все есть. Ну и как только вы начинаете собирать эти доказательства от брендов, например, бренды крупной компании должны писать рекомендательные письма для вас с печатями на своих фирменных бланках. Казалось бы, вы вроде знаете многих, и все готовы вам помочь, но как только дело касается, начинаются какие-то подводные камни. Люди либо пугаются этих документов, боятся ставить печать, у кого-то юристы на фирмах не разрешают. Ты вроде думал, что все подпишут, а в итоге подписывают маленький процент. Поэтому будьте готовы, что вы должны максимально обхватить все ваши бренды, ваших знакомых, кто вам будет писать эти письма. И тогда уже чем больше у вас будет вариантов, тем лучше, больше шансов. Что такое виза О1? О1 это виза, которая выдается иностранным гражданам, которые добились каких-либо успехов, каких-то достижений в своей стране, либо на международном уровне. В искусстве, в спорте, в науке очень много сфер распространяется на эту визу. Я уже говорила, что ваши достижения должны быть обязательно признаны в вашей стране и, может быть, желательно на международном уровне. Это должны быть способности, которые выделяют тебя на фоне остальных людей. Ты можешь быть художником, фотографом, работать в кино, на телевидении, быть спортсменом, исследователем, дизайнером, предпринимателем, поваром, парикмахером. То есть очень много направлений, которые могут подойти под эту визу. Что касается меня и моих выдающихся способностей. Во-первых, моему каналу больше шести лет в YouTube. Мой канал входит в топ лучших каналов СНГ. То есть меня смотрит не только Казахстан, а смотрит Россия, Украина, Беларусь, Германия, извиняюсь, те же США, в общем, практически весь мир смотрит мой YouTube канал. Это все легко просматривается в YouTube аналитике. То есть на протяжении шести лет, шести лет ведения моего YouTube канала, у меня образовался, в принципе, очень хороший кейс, который мы использовали для получения статуса. Сейчас я вам расскажу о преимуществах визы О1. Вам не обязательно иметь высшее образование. Хотя у меня есть высшее образование, но если у вас вдруг его нет, но вы талантлив, это не проблема. Второй пункт. Вы можете подаваться со всей вашей семьей, то есть там с мужем, с женой, с детьми. И они получат тоже статус О, но не О1, а О3. С этим статусом они не могут работать, к сожалению. Могут только учиться. То есть если вы летите с вашим супругом, либо с вашей женой, они не могут работать, они могут только учиться. И многих это тоже пугает и останавливает. Например, у моей дочки статус О3, по которому она может спокойно учиться, пока я здесь нахожусь. Третий пункт. На эту визу практически нет лимитов. То есть ее могут выдавать в любых количествах по Америке, поэтому нет строгих лимитов, что, например, 1000 виз в год и все. На самом деле лимитов нет, потому что талантливые люди и не жалко выдавать. Еще один интересный пункт. Нет жесткой привязанности к работодателю. То есть вы можете менять смело работодателя от одного, переходя к другому. Можете параллельно работать с несколькими. И это самый главный пункт в получении этой визы, так как без письма рекомендательного от работодателя, от человека, чья фирма зарегистрирована здесь официально на территории США. И вам этот человек должен написать предложение по работе. Здесь тоже очень интересный момент. По туристической визе вы не имеете права работать. То есть человек вас не может нанять на работу официально. Но он может написать вам просто письмо, не вам, а в правительство, о том, что да, я возьму этого человека к себе на работу, и он будет заниматься вот этими, вот этими, вот этими делами. И я буду ему платить вот такую-то зарплату, например, там за рекламу, все. И, в принципе, без этого письма вы не сможете получить визу О1. И это самый главный момент в этой визе, о котором многие умалчивают. Все думают, ой, классно, у меня все критерии. И никто не знает, что нужно обязательно вот это рекомендательное письмо, письмо с предложением о работе. Это письмо неофициальное, потому что вас по туристической визе никто не может нанять без social security. Это не наим на работу, а просто письмо с предложением. В принципе, оно делается как бы легко, но... Мне рассказывали те же адвокаты, что одна девушка прилетела сюда с парнем, у них не было этого письма, но она была талантливая. В итоге они накалякали это письмо от руки и подали на эту визу. И затем они поругались с этим парнем, со своим молодым человеком, и он на зло ей, чтобы она не получила эту визу, позвонил туда к ним на горячую линию и сказал о том, что это письмо подделка. И что ее на самом деле никто не берет, и они позвонили на эту фирму несуществующую. Конечно, они проверили и не дали ей, не одобрили визу, потому что она обманула. То есть этот обман может всплыть хоть как, либо через ваших близких людей, которые решат вам отомстить, либо они просто решат проверить и позвонять. Поэтому все должно быть официально и легально. Да, вам придется платить налоги, но я считаю, что это наоборот хорошо. Таким образом вы будете формировать свою кредитную историю здесь в Штатах и вообще как-то жить со спокойной совестью, что вы легально, честно и все у вас в порядке. Это того стоит, поверьте. Следующий приятный пункт, что нет ограничений по въезду и выезду из Америки. Как я уже говорила, вы можете энное количество раз влетать и вылетать из США. Никто не будет к вам докапываться, спрашивать цель вашего визита, все будет намного проще и вообще классно, да, спокойно. Еще один приятный пункт, то что можно эту визу продлевать бесконечное количество раз. По стечению трех лет вы снова подаете на продление и говорят, что это теперь намного все легче будет. Ну а теперь самое интересное, что же нужно сделать, чтобы получить эту визу? Какой кейс вам нужно собрать? Ну, первое требование, самое, конечно же, важное. Вам нужно доказать всеми своими силами, вспомнить все, как говорится, что вы экстраординарный, талантливый человек. Собрать тяжеленный, хороший, весомый кейс с доказательством. Это не нужно все нотариально заверять, что да, вот она действительно то-то, то-то сделал нотариус, подписал, перевели на английский, еще все гораздо проще. Существует примерно 10 пунктов, 3 из которых должны подходить. Если вы по трем подходите, то говорят, что вам одобряют. Но, как сказал мне мой адвокат, 3 это мало. Нужно минимум 7. Если вы хотя бы 7 пунктов докажете, то это точно успех. Поэтому мы работали, мы собирали, думали, вспоминали. Я особенно вспоминала. То есть, если вы не будете сами работать, никто вместо вас не вспомнит, что же вы там выиграли 2 года назад. Конечно же, откуда они знают. Вы должны сами вспоминать вашу долгую историю успеха, что мы и делаем. Перечислю сейчас я все эти критерии, по которым вы должны подходить. Итак, первое. Получение международных, либо национальных наград, либо призов. Следующий пункт – это участие в какой-либо деятельности, объединяющих, выдающихся людей. Еще один очень важный пункт – о вас должны писать в прессе. То есть, всевозможные публикации о вас помогут вам в получении этой визы. Конечно, за 5 лет собралось масса публикаций, которые сейчас мне пригодились. Все эти публикации были на русском языке. Мы их просто перевели на английский, сделали скриншоты и перевели на английский. Тоже не нужно было заверять это нотариусам. Все переводы были просто, просто через переводчик. Следующий пункт – это участие в жюри, оценивать чьи-либо работы. То есть, если вы были в жюри, это очень круто. Следующий пункт, вот я его зачитаю. Документальное подтверждение о внесенном вкладе в развитие науки, культуры, образования, экономики. Да, вы можете обыграть тоже этот пункт. Например, что вы написали какую-то статью или выпустили книгу о том, как сделать то или это. Вы можете с адвокатом обговаривать каждый пункт и обыгрывать его как-то под себя. Для этого и нужны адвокаты, понимаете? Типа, что вы можете посмотреть на пункт как-то со своей стороны, типа, ой, нет, что это, не может быть у меня такого точно. Адвокат вам скажет, как не может быть, вот это же у тебя есть. Ты говоришь, ой, точно, да, это же у меня есть, оказывается. Поэтому с адвокатом работать – это очень хорошо. Еще один пункт – авторские публикации. Ну, то же самое, например, какие-то статьи, ваши собственные, персоналити. Собственно, у меня YouTube-канал, какие-то уроки, советы, там, все это считается. Пункт – персональные выставки или шоу, которые демонстрировались в нескольких странах или в других странах. Это могут быть ваши выставки, либо ваши семинары, если вас приглашали. Например, вот меня приглашали пару раз в Украину на фестиваль «Видеожара» как в качестве спикера. То есть я рассказывала, давала интервью, разделилась своим опытом касательно блогерства. Затем меня приглашали на медиа-саммит в Казахстане, это тоже был крупнейший саммит, на котором собирались там все топовые. В Москву меня приглашали тоже выступать в качестве спикера, открывать там какие-то магазины, выступать, собирать людей. То есть все это играет роль, все это помогает вам, вашему кейсу. Пункт следующий – работа на руководящей позиции, в организации солидной репутации. Следующий интересный пункт – это получение высоких доходов в коммерческий успех. Казалось бы, у меня сразу возник вопрос, так, а сколько я должна зарабатывать, чтобы мне сказали, окей, у тебя все нормально. И, конечно, я начала переживать, но мне адвокат объяснил, что ты должна показать, что у тебя доход выше среднего дохода в твоей стране по вот этой специализации. То есть возьми журналистов, блогеров. Блогеров же нет, к сожалению, такой специальности. Ну, там возьми тех же журналистов. Посмотри, какая у них средняя заработная плата в месяц официальная. И официальная должна быть. Соответственно, моя зарплата, которую мне платят, нет определенной суммы в месяц, да, но вы, как мы сделали. Мне помогли мои договора, которые я заключала с какими-то брендами, когда были проекты, например, был составлен договор, что вот Женя Гейн участвует в таком-то проекте, и за это ей платят вот такую-то сумму. В основном были суммы в рублях. Ну, были, конечно, в тенге, потому что работала я иногда и с казахстанскими брендами, но чаще всего это была Россия. Еще один пункт – рекомендательные письма крупных брендов или компаний, с которыми вы работали, сотрудничали и так далее. Ну, я уже говорила о том, что я вообще думала, мне напишут письма все вокруг, все, с кем бы я ни работала, ни знакомилась, ни вот просто там, ни бесплатно делала рекламу, ни платно рекламу, ни за красивые глазки. И половина только откликнулась и смогла написать рекомендательные письма. Это было сложно, это вообще, мне кажется, такой сложноватый пункт. Первый самый сложный пункт – это письмо от работодателя с предложением о работе, это самый сложный момент. И второе – это собрать рекомендательные письма, чтобы бренд действительно подписал и поставил печать. Например, я работала с крупными некоторыми компаниями, очень крутыми, и они не могли поставить мне, хотя если бы они поставили, мне кажется, одного письма уже было бы достаточно, но они не могли, не потому что я плохая, или они со мной не дружат, или я там что-то сделала, нет. Они не могли поставить, потому что юристы им запретили, сказали, сори, мы это не практикуем, нельзя, все. Я еще раз повторю, что я не юрист, что эти пункты могут меняться, могут переписываться каждый год, поэтому нет никакой гарантии, но на данный момент, сейчас 2018 год, это вот так происходит. Может это все поменяться в следующем году, поэтому проверяйте, обязательно консультируйтесь с адвокатом. Если вам интересно, кто мне все это помог сделать, то пишите, пожалуйста, мне личные, пожалуйста, личные письма на почту, только по этому вопросу, только по этому вопросу. Если у вас другие вопросы, пишите в комментариях, я на них буду отвечать. Но если у вас именно вопросы касательно контактов адвоката, то пишите мне на почту мою, вы найдете в описании под этим видео. Ну что ж, мне кажется, я обо всем рассказала. Желаю вам удачи, если вы творческий человек, если вы хотите приехать в Америку, чтобы попробовать себя здесь, то мне кажется, это уникальный шанс для вас, для талантливых. Собирайте ваши документы, доказательства, ваши кейсы заранее, готовьтесь, вспоминайте, что и где у вас было, где вы участвовали. Если это все еще документально подтверждено, зафиксировано, это вообще очень хорошо. Если это все где-то там было когда-то, но есть какие-то статьи об этом, публикации, это тоже хорошо. Если у вас сейчас слабый кейс, вы можете над ним поработать, вы можете сейчас вот это время использовать для того, чтобы набрать кейс, набраться опыта и уже с готовым более плотным кейсом подаваться на эту визу. Слышала о том, что к блогерам несерьезно относятся, журналисты учились в институтах, а блогер самоучки, выскочки. Почему вот у них так, а вот у нас не так? Я знаю, что эта борьба всегда идет, и многие не любят блогеров. Многие не понимают, что блогер это работа. Вот оно как получилось. То есть блогеры тоже люди. По крайней мере, у меня есть опыт. Я не пришла откуда ни возьмись, наглядевшись там в инстаграме молодых девчонок, которые только появились. Вот у них же получается. Я тоже сейчас себе заведу инстаграм-аккаунт, буду фотографироваться обнаженно, и все, у меня будет окей, я блогер. Нет, я блогер со стажем, я, можно сказать, первооткрыватель в Казахстане. Это тоже, кстати, был такой интересный момент, мы об этом сообщили. То, что когда я завела свой канал, на тот момент практически не было вообще блогеров в Казахстане. YouTube тогда даже не был официальным, с официальным доменом, да, youtube.kz, тогда даже такого не было. Поэтому я, можно сказать, чуть ли не первый бьюти-блогер, блогер в Казахстане, из Казахстана, который добился каких-то международных признаний. Я была почти первым блогером, я просто говорю почти, потому что я сомневаюсь, может быть, кто-то такой был, но я просто не знаю таких блогеров, я не говорю, что я суперкрутая, суперзвезда. Я говорю факты, как оно было на самом деле. И, конечно же, мой кейс был он весомым, почему бы и нет. У меня были международные проекты, я работала с международными крупными брендами, и до сих пор с ними работаю. Это не были только бренды Казахстана, не были только фирмы и проекты Казахстана. Это было, наоборот, очень странно. У меня в Казахстане было очень мало проектов. Были проекты международные в основном, российские, украинские, там, других стран СНГ, но только не Казахстан. Почему, не знаю. Мне было даже обидно в какой-то момент. Я думала, почему, неужели из-за того, что я блогер? Опять же, блогер. Кто такие блогеры? Непонятно. Люди с другой планеты, которые просто упали. Вот и так получилось со мной, когда я завела свой YouTube-канал, там несколько, ну, грубо говоря, 6 лет назад. Надо мной даже смеялись все, говорили, что ты сама себя снимаешь на видео, сама разговариваешь с собой на камеру и выставляешь, и все это видят. Это как-то странно. Да что в этом интересного, и что от этого выйдет непонятно. Никто в меня практически не верил. Мне мои знакомые писали, смеялись надо мной. Вот я вам честно скажу, тогда, 6 лет назад. Вот я помню даже, кто писал мне, и сейчас эти люди, они точно так же снимают себя на видео, хотя они надо мной смеялись и чуть ли не фукали, чуть ли не удаляли меня из друзей, потому что я блогер. Ребят, верьте в себя и в свои возможности, в ваши силы. И никто не помешает вам, никто. Если вы будете верить в себя, никто вам не помешает. Когда я начинала быть блогером, YouTube-блогером, я именно поднялась на съемках видео. Я не сделала фоточки, фотошопленные. Я снимала видео. Они были непрофессиональные, они были сняты на ужасную камеру. Это было непрофессионально абсолютно. Контент был ужасный, звук был ужасный. Но, тем не менее, это привело меня к тому, постепенно-постепенно к тому, что я сейчас имею. Поэтому, ребята, мой вам совет. Если вам говорят, что вы делаете плохо или что-то не то, то, что не подходит под общие рамки, принятые в наших городах и странах, не верьте, не верьте никому, верьте только в себя. И делайте то, что вы считаете нужным. И это обязательно приведет к чему-то, к чему-то хорошему. Я вас очень сильно люблю. С вами была Женя Гейн. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok